Лето – время школьных, оздоровительных и спортивных лагерей. Ребята из душных классов и учебных кабинетов выходят на улицу и спешат провести время на свежем воздухе. В последнее время все большую популярность набирают приходские лагеря. В городе и на селе при храмах организуется отдых детей. О том, как в самом центре мегаполиса создали детский лагерь и чему там учатся его воспитанники, узнавала Надежда Калинина. Вот смотрите, видите, наклон у нас везде идет, да? Нельзя. Только на горизонтальный. Николай Михайлович Воронов – педагог и турист-инструктор, объясняет ребятам, как надо ставить палатку. Он прошел весь Урал, участвовал в экспедиции на Эльбрус, ездил для обмена опытом в Америку. А теперь раскрывает перед юными екатеринбуржцами секреты походной жизни. Две палатки должны стоять таким образом, чтобы мы могли их накрыть одним тентом. За теорией тут же следует практика. Егор вместе с другими мальчиками из своей команды разбирается с каркасом. Пока они действуют не очень уверенно, но это ведь только начало. Мы хотим сначала соединить, посмотреть, как это все будет выглядеть, а потом уже будем разбираться, как в палатку ее ставить. У команды девочек в дугах каркаса нет эластичного шнура, поэтому им сложнее. Да и в походе представительницам прекрасного пола часто бывает нелегко. Но вот Оля настроена оптимистично, несмотря на то, что палатку собирает в первый раз. Это же здорово. Да? Почему? Лес, природа. Это все очень интересно. Вообще все палатки разные, и у каждой есть свои особенности сборки. У этих ребят, похоже, что-то не задалось. У нас колышков нет там, не принесли. И сейчас у нас из нашей команды побежали двое за колышками. Но вот колышки и дуги на месте, и ребята готовы начинать. Постепенно рядом с Вознесенским храмом появляется целый палаточный городок. Но жить здесь ребята не будут. Это только отработка походных навыков. Будем готовиться следующую неделю уже к серьезному. Поедем на озеро Иткуль, где ребята уже старшие пройдут 18 километров, младшие первые свои 5 километров вместе с рюкзаками, со всем. И практически по отрядам с командирами будут разбивать лагерь. Когда мы идем в лес, когда мы соединяемся с природой, у ребенка сразу же происходит внутри какой-то переворот. Он понимает, что вот она самая настоящая жизнь интересная. Она здесь в лесу, практическая, когда можно что-то сделать руками, и саму почувствовать, ответственность появляется. Ну вот, палатка и готова. И в ней вполне можно жить. Но это еще не все задания на сегодня. Впереди интересная и насыщенная программа. Не страшись работы и опасности, Твердо бей, что с Богом ты силен. Гимны российских скаутов, написанные еще в 1915 году, ребята учат для того, чтобы исполнить на концерте. Подготовка к этому мероприятию началась с самого первого дня смены. А вот из бисера ребята плетут в первый раз. Впереди знакомство с музыкальными инструментами, и экскурсии в Верхотурье, и занятия по медицине, и, конечно, сам туристический поход.